Здравствуйте, мои дорогие! У каждой хозяйки есть свои кулинарные хитрости. Те, которые значительно облегчают быть на кухне и определяют удачное приготовление блюд. А у профессиональных шеф-поваров таких лайфхаков вообще целый арсенал. Мы в очередной раз хотим поделиться порцией полезных советов. Вы обязательно узнаете что-то новое для себя или вспомните то, что уже знали. 22 хитрости от шеф-повара. Орешки, такие как миндаль, легко очищаются от кожуры, если их сначала на минуту-две окунуть в кипяток, а затем в холодную воду. Чтобы отварной рис получился белоснежным, в процессе варки добавьте в воду немножко уксуса. Когда при готовке чувствуете, что ваш суп пересолен, поместите в марлю крупу, например, рис, и окуните ее в кастрюлю. Это уберет лишнюю соль. Чтобы желток вареного яйца при нарезке не крошился и не слишком прилипал к лезвию ножа, предварительно окуните нож в холодную воду. Чтобы придать блюду легкие чесночные нотки вкуса и чтобы при этом не переборщить с запахом, натрите посуду зубчиком чеснока, а затем помещайте туда еду. Чтобы добиться мягкости печени, свиной, говяжьей, куриной, солите ее в конце готовки. Чтобы верх пирога или запеканки в духовке не пригорел, накройте его бумажным полотенцем, смоченным в воде. Пиво весьма удачно используют в приготовлении мясных и овощных блюд. Например, хмельной напиток, смешанный с соевым соусом, будет отличным маринадом для свинины, говядины или баранины. А добавление темного пива в процессе готовки тушеных овощей сделает вкус блюда более утонченным и приятным. Чтобы получить идеальный сметанный крем, добавьте в него при взбивании яичный белок. Чтобы яблоки в шарлотке не сбились в кучу, перед соединением их с тестом обваляйте кусочки яблок в муке. Чтобы вареная фасоль не темнела, просто не накрывайте ее крышкой во время варки. Для прозрачности бульона вкиньте в него во время варки кубик льда, затем доведите жидкость до кипения. Чтобы котлеты или фригадельки получились нежнее и вкуснее, добавляйте фарш, измельченный на терке лук или картофель. Маринование говядины в майонезе хотя бы за полчаса до готовки сделает мясо достаточно мягким и нежным. Для улучшения вкуса можете смешать для маринада майонез с горчицей. Румяную хрустящую корочку мясу можно придать, смазав его перед запеканием медом, гранатовым соком или разбавленным с водой коньяком. Когда варите немолодое мясо, вкиньте в бульон промытую банановую кожуру. Это придаст мясу мягкости. Для панировки вместо обычных сухарей можно использовать измельченные орехи или же смешать их вместе. Блюдо в результате получится еще вкуснее. Чтобы сделать суп более аппетитным и полезным, буквально перед тем, как снять кастрюлю с огня, влейте в нее немножко свежего морковного сока. Старайтесь чаще заменять соль и уксус лимонным или лаймовым соком. Привкус цитруса не будет лишним, наверное, ни в одном блюде. Да и пища станет более полезной. Щепоточка натуральной ванили из тертого ванильного стручка, добавленная в овощной салат, отлично раскроет вкус блюда. Подогревайте посуду перед подачей горячего блюда и охлаждайте тарелку для подачи холодного. Вкус пищи будет сбалансированным и насыщенным. Добавьте щепотку соли в молотый кофе перед приготовлением. Это сделает вкус напитка ярче. Запоминайте, записывайте, а еще лучше сохраняйте полезные кухонные секреты в своих закладках и непременно делитесь с друзьями. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!